В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгуль Зиганшина. Одну из важнейших транспортных артерий Самары Южное шоссе продолжают приводить в порядок. На участке дороги от кольцевой развязки Уральского шоссе до въезда на Южный мост уже положен первый выравнивающий слой асфальта. Чтобы не создавать пробок, дорожные службы работают ночью. Контроль за качеством ведут специалисты городского департамента благоустройства и экологии. Первый выравнивающий слой всему глава считают специалисты. Чтобы дорога прослужила сверхгарантийного срока в пять лет, работа должна быть выполнена на высочайшем уровне. Для определения качества покрытия с периодичностью в несколько дней вырезанные фрагменты асфальта бетона отправляются на экспертизу. Толщина первого слоя должна быть не менее 6 сантиметров, а его состав соответствовать всем требованиям. Берутся керна на соответствие слоя, далее они отправляются в лабораторию для физико-механических испытаний. Это уплотнение, водонасыщение. Чтобы добиться желаемого результата, по ночам на работу выходили десятки специалистов и порядка 40 единиц специальной техники. Общая площадь участка дороги, которую нужно отремонтировать, около 70 тысяч квадратных метров. Первые шаги уже сделаны. Разница налицо. То есть мы ликвидировали ямочность, убрали колейность, спрофилировали дорогу, соответственно выровняли выравнивающим слоем саму поверхность дороги под нормативные значения. И в общем-то готовы предъявить ее заказчику. Впереди укладка второго слоя дорожного покрытия. К этой работе приступят в ближайшее время. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, работы должны завершиться до конца мая, на две недели раньше заявленного срока. Новый асфальт, утверждает подрядчик, прослужит долго. Но главными оценщиками выполненных работ, как обычно, станут водители, у которых уже сложились первые впечатления. Состояние дороги было ужасное, конечно. И нагрузка очень большая, и постоянно пробки из-за того, что дороги плохие. Сейчас дорогу отремонтировали, собственно, вообще стало хорошо, приятно ездить. Сейчас отлично, но на этом участке. Ровно, клеи нет, выбоин нет. Нормально. На ремонт южного шоссе из городского и областного бюджетов направлено порядка 100 миллионов рублей. После ремонта территорию вдоль дороги благоустроят. В общей сложности в этом году в Самаре приведут в порядок 13 дорог. Особое внимание улицы Фрунзе. Ее отремонтируют комплексно по всей длине. И заводскому шоссе. Здесь ремонт начнется уже в ближайшее время. Все работы обещают спланировать тщательно, чтобы город не замер в проках. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Как улучшить архитектурный вид областной столицы, сделать дороги просторнее, а улицы и фасады домов привлекательнее, обсуждали на градостроительном совете. Архитекторы и представители строительных компаний высказали свои предложения. Город комфортный для жизни, с красивой архитектурой и достопримечательностями. В областной столице начинает активную работу городостроительный совет. Он создан в 2012 году, но собирался редко. Теперь ситуация изменится. Состав совета расширен. В него вошли известные архитекторы, представители общественных организаций и строительного бизнеса. Решения развития и преобразования города должны приниматься консолидированно. Должно быть учтено мнение всех субъектов, участвующих в жизни и развитии города. В своем приветственном слове глава администрации Самары Олег Фурсов особенно подчеркнул. В городе есть ряд проблем, которые нужно оперативно решать. Одна из них – отсутствие в областной столице комплексной застройки. Город развивается в границах тех красных линий, которые были еще десятилетия назад утверждены. Это приводит к тому, что возникает сильнейшая стесненность в центре города. Возводимые объекты, к сожалению, строятся, жилые в первую очередь, строятся без достаточного количества парковочных мест. Это тоже является большой проблемой. Эти проблемы, они, конечно, должны решаться, они должны обсуждаться, и мы должны видеть перспективу решения этих проблем. Участники городостроительного совета высказали свои предложения. Чтобы разгрузить движения на дорогах в старой части города, ряд улиц предлагается сделать односторонними. У нас сегодня город задыхается, и можно сделать небольшие такие движения и как-то разгрузить старую часть города. Вторую часть города надо определить и сделать улицы односторонними, потому что мы видим совершенно, что паркуются машины, и двухстороннее движение его нет. Но в то же время машины едут, потому что знаков нет. Обсудили и застройку исторической части города. Архитекторы предлагают провести дополнительный анализ вновь выявленных и уже стоящих на учете памятников архитектуры. Конечно, 30 лет назад это было ахи. Да, и мы любили, и рисовали в художественной школе, ходили в старые дворики, все восхищались. Но главное, это люди, конечно. И в каких условиях люди сейчас живут. И быть заложниками вот этой вот довольно призрачной идеи, сохранить все памятники истории архитектуры, это, по-моему, негуманно. Все предложения войдут в общий план работы. Также городостроительный совет будет рассматривать предложения по комплексному благоустройству города, установке памятников и скульптурных композиций, размещению объектов городского дизайна. Архитекторы будут вносить свои инициативы по формированию архитектурного облика города и методам сохранения историко-культурного наследия. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Полвек спустя вернуться в родной дом, как выяснила, задача не из легких. В этом убедилась героиня нашего следующего сюжета Светлана Пашинина, которая долгое время была вынуждена отстаивать свои права. Через суд женщине все же удалось добиться справедливости. Здесь были яблони. Вот где ванна стоит, там яблони было. Яблони так, она вот одна тут осталась, а одна-то вот тут стояла. Лишня была высокоросная. Светлана Петровна вспоминает, как на участке родного дома все было почти 50 лет назад. Здесь сажали помидоры, здесь картошку, здесь отец хранил инструменты. В 18 лет Светлана Пашинина вышла замуж и уехала в деревню. Через некоторое время после смерти матери отец снова женился. Когда не стало и его, право наследования на участок и дом стали делить новоиспеченные родственники. В итоге здесь живет внук мачехи, который не хочет пускать законную наследницу на порог. Это мое, моих родителей. Я баню с отцом корячилась, строила. Там мы все это с отцом перегораживали. Этот вот пристрой мы с отцом делали. Мама уже болела. А почему я должна какому-то дяденьке оставить? Нет, я чужое не беру, я свое только. По завещанию отца Светлана имеет право на половину его имущества. Но отдавать долю добровольно второй наследник не желал. Пришлось обратиться в суд, который принял решение в пользу женщины. Правда, новоселье пришлось организовывать с помощью судебных приставов. На момент их прихода одного из наследников дома не оказалось. Он предупрежден, что сегодня будет производиться плантинное действие. Но, как видите, он проигнорировал это дело. Поэтому представители, взыскатели вскрыли входные двери. Сейчас меняются замки. Вторые ключи они передадут гражданину, который здесь проживает. Жить в этом доме женщина не хочет. Жить планирует продать свою долю, а на вырученные деньги приобрести другое жилье. Но пойдет ли на сделку второй наследник, пока неизвестно. На данный момент второй наследник участка и дома так и не появился. Общаться с судебными приставами и второй хозяйкой он отказывается. Кому готовить деньги и оставаться здесь жить, а кому съезжать уже через несколько дней, решит суд. Павел Бимаков, Константин Головин. События. Непонятно пока и чем закончится история с брошенным младенцем. Состояние ребенка, которого нашли в дачном массиве на улице Утевска, остается тяжелым. Врожденного с переохлаждением доставили в больницу несколько дней назад. Сейчас медики продолжают его обследовать, а полиция ищет мать, бросившую ребенка на произвол судьбы. Плач ребенка услышал случайный прохожий. Мальчик лежал прямо на земле, завернутый в одеяло. Мужчина сразу же позвонил в скорую. Прибывшие врачи оказали ребенку необходимую помощь и доставили в первую детскую больницу для дальнейшего обследования. На сегодня состояние пока тяжелое. Возраст его приблизительно при поступлении около суток. Расценено так. Значит, обработана пуповина, обработан ребенок, согрет, поскольку он поступил в состояние охлаждения. И на сегодня ведется его реабилитация и обследование. Сейчас полиция пытается отыскать мать ребенка. Малыш был обнаружен с неперерезанной пуповиной. Очевидно, что у врачей беременная не наблюдалась и в больнице на учете не состояло. По данному факту, Куйбышевским межрайонным следственным отделом началась следственная проверка. Назначено судебное медицинское исследование с целью установления степени тяжести вреда, полученного ребенком. В то же время проводят следственные действия, противноскные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. Согласно Уголовному кодексу, матери ребенка за оставление его в опасности может грозить до года лишения свободы. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить в полицию. Мариана Мирная, Юрий Корнаухов, Дмитрий Мешканцов. События. Чтобы порядка на улицах Самары стало больше, помогать полицейским теперь будут и таксисты. Их задача следить за движением, а заодно фиксировать на фото и видео дорожные аварии, драки, потасовки. Соглашение о сотрудничестве было подписано в здании Главного управления МВД России Самарской области. Порядка трех тысяч таксистов каждые сутки выходят на линию и забирают клиентов из самых отдаленных уголков города. Они колесят по всей Самаре и знают каждый закуток. Вопрос о взаимодействии службы такси и полиции обсуждался в течение полутора месяцев. И вот, наконец, соглашение о сотрудничестве подписано. Мы хотим, чтобы на наших улицах, на наших дорогах было спокойнее. Это и дороги, это и улицы, это улочки, это дворы. Все там, где в первом всекопроисновении, по сути, наш сегодня гражданин, сотрудник такси, участвует в своей работе. Причем они видят нашего гражданина разным. В разных условиях он находится. В разных ситуациях. Причем порой и криминальных. В соглашении с таксистами очередной шаг в улучшении качества охраны правопорядка в городе. Созданные ранее добровольные дружины ночной патруль и народный контроль уже себя оправдали. В этом году в праздничные дни зафиксировано в четыре раза меньше правонарушений, чем в прошлом. Общаться таксисты и водители будут через интернет. Специальная программа для прямого взаимодействия так и называется ГАИ «Такси Самара». Чтобы всегда быть на связи, водителю нужно просто создать учетную запись. Получать сведения с ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях, о каких-то преступлениях значимых, об угонах машин и так далее. И уже сможет через эту программу сообщать, что он видел там-то машину, например, которую угнали. Здесь было грубое нарушение правил дорожного движения. Где-то общественный порядок, например, у кого-то магазины, подростки или кто-то, какие-то драки. Можно также снимать все это на видео, на фото и также посылать все это по этой программе. Наиболее активных и ответственных водителей за помощь будут поощрять и полицейские, и начальство. Первые итоги совместной работы в областном главке подведут через три месяца. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Кадровое назначение в областном главке. Заместителем начальника ведомства, начальником главного следственного управления назначен полковник юстиции Алексей Зеленов. Ранее он работал замначальником управления на транспорте МВД России по ПФО начальником следственного управления. И к другим темам. В этом году в Самаре будет решена проблема очередности в детские сады для детей с трех до семи лет. До конца года в городе планируют создать более двух тысяч дополнительных мест в детских садах. Девять дошкольных учреждений должны открыть свои двери после реконструкции. Марина Матвеевшина побывала на открытии первого из них. Юные самарцы вовсю знакомятся друг с другом. Совсем скоро им предстоит проводить вместе целые дни. Новые друзья – первая любовь. На улице Горная после масштабной реконструкции открылся детский сад. 13 лет назад его закрыли из-за отсутствия детей в этом районе. Сначала здание было перепрофилировано, а потом пришло в запустение. Из областного и городского бюджетов выделили более 82 миллионов рублей на его реконструкцию. И вот детский сад распахнул свои двери для ста воспитанников. Все новое, все такое красивое. Ребенку сразу понравилось. Ну и мне тоже. Я думаю, что ребенок будет в такой сад ходить с удовольствием. В последние годы при поддержке правительства в Самарской области в губернской столице было создано почти 16 тысяч мест в детских садах. Это и строительство новых зданий, реконструкция недействующих садов, открытие дополнительных групп в уже существующих садах и проект частного государственного партнерства «Билдинг-сад». Год назад мы уже имели, в очереди оставалось у нас 2200 детей по городу Самаре, а сейчас 3500 детей снова в очереди. Почему? Потому что родилось больше людей, детишек больше, и подошел тот возраст, который надо принимать в детский сад. Нам еще предстоит несколько лет в этом плане работать очень активно. Такая хорошая, может быть, такая хорошая демографическая прибавка, она обязывает нас очень внимательно относиться к проектированию школ. Это следующий этап развития детей, поэтому эти две проблемы, они взаимоувязаны. Эта работа обязательно будет более интенсивно, скажем так, реализовываться в нашем городе. Для этого у нас есть все необходимые возможности. Сбавлять набранные темпы областные и городские власти не собираются. Уже в этом году откроется более 2000 дополнительных мест для дошкольников. Как отметил глава администрации города, важно не только наращивать скорость, но и качество работ. Детям все самое лучшее. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков, События. Он должен приносить удачу игрокам, болельщикам, гостям. Он запоминается всем, его печатают на плакатах, с его изображением делают сувениры. В России стартовал голосование за талисман чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Самара не осталась в стороне. Ветераны футбольного клуба «Крылья Совета» вместе со своими детьми и внуками сделали свой выбор. Мастер спорта Советского Союза Евгений Гицко уверен, что талисманом чемпионата мира должна стать его правнучка София. Сейчас ей три года, но с футбольным мячом она не расстается. Необычную для девочки игрушку подарил прадед. Будет футболисткой, говорит ветеран Крыльев. Но это потом. А пока можно и талисманом стать. Талисманы обязательно нужны. Это как лакмусовая бумажка. Вот именно нашей Самарской области. Что у нас характерно. В Бразилии, в этом городе, это нужно. Обязательно нужно. И так просто. Вот чемпионат мира. А Самарского ничего нет. Это плохо. Внук футбольного ветерана, 10-летний Илья Жбанов, несколько лет занимается в клубе. Выбрать талисман на сайте FIFA не захотел, решил нарисовать что-то свое. Мальчик считает, его футбольный опыт уже позволяет делать далеко идущие прогнозы на финал чемпионата. Мне кажется, Бразилия с Испанией сыграют и будет мировой уровень. Ну и Бразилия с Россией. Россия, мне кажется, победит. Каждый видит талисман по-своему. Дети рисовали и футбольные мячи в виде солнца, и ракеты, и разных животных. Юрий Шишкин с сыном Артемом зарегистрировались на сайте FIFA и заполнили анкету. Волшебники и звери их не заинтересовали. Свой выбор остановили на русском богатыре. Он обладает теми качествами, которые... Он символ русского народа. То есть благородство, прежде всего честность. Это защита своей родины. То есть все те качества, которые действительно должны принадлежать настоящему мужику. Для заполнения анкет у желающих сказать свое слово в выборе талисмана осталось 18 дней. Самых популярных персонажей на разработку дизайн-проектов возьмут художники из российских вузов. Талисман выберут во второй половине 2016 года. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. А пока Самара готовится к большому музыкальному событию, рок-фестиваль под открытым небом пройдет в областной столице 16 мая. Ценители качественного рока смогут послушать любимую музыку на набережной Уладьи. Более десятка самарских рок-групп выступят на набережной Уладьи на фестивале Макси-рок 2015. Музыкальный праздник состоится в областной столице уже в четвертый раз. Организаторы поясняют, главный рок-опенейр Самарской губернии – уникальная возможность для исполнителей влюбить в себя публику. Самарские музыканты поют на этом фестивале не только каверы, то есть перепевают песни известных групп, но и свое собственное творчество представляют на суд зрителей. На фестивале организаторы обещают зрителям не только качественную музыку, но и розыгрыши призов. Один из счастливчиков уйдет с концерта с профессиональной гитарой. Но главным призом станет, конечно, возможность заявить о себе. Участники фестиваля получат как минимум многотысячную аудиторию, которую они самостоятельно не всегда могут собрать по ряду причин. Потому что, к сожалению, нет в Самаре площадок, где можно организовать концерт с бесплатным входом без уплаты аренды или же без аренды каких-то дополнительных музыкального оборудования, сценических конструкций. В прошлом году фестиваль Макси-рок собрал порядка 10 тысяч зрителей. На этот раз организаторы ожидают не меньше. Главное весеннее рок-событие состоится в Самаре 16 мая. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. И у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. 41,5% компаний не планируют оптимизацию персонала в 2015 году. Об этом сообщает исследование Хэйгрупп. Опрос 400 компаний из 18 секторов экономики проводился в начале апреля. Еще 25% компаний будут действовать по ситуации, но пока не готовы принять решение об оптимизации численности персонала. В феврале, когда проводился первый этап исследования, таких компаний было 38%. Именно из-за высокой степени неопределенности в начале года исследователям пришлось делать повторные замеры в этом году. Некоторые компании стараются оптимизировать расходы на персонал, не прибегая к сокращению численности. Они меняют график работы или сокращают рабочую неделю, уменьшают или отменяют доплаты, переводят работников на другие должности с понижением оклада. Судебные приставы возбудили с начала года более 100 уголовных дел в отношении работодателей, задерживавших зарплату своим сотрудникам даже после решения суда. Но отмечается, что начальники стали серьезнее относиться к подчиненным. Число должников, обязанных выдать зарплату, в этом году сократилось на несколько десятков тысяч. Тем не менее, боссов-должников в стране еще немало. В первом квартале нынешнего года на исполнении в службе судебных приставов находилось более 200 тысяч исполнительных производств, а взыскание зарплаты на общую сумму 9 миллиардов рублей. 140 тысяч туристов посетили Сочи в майские праздники. Это почти на треть больше, чем в 2014 году. С 1 по 4 мая сочинские гостиницы приняли более 69 тысяч туристов, что составляет 63% от общего фонда в более чем 66 тысяч номеров. А 9-11 мая в Сочи прибывало почти 70 тысяч человек. В среднем туристы проводили в Сочи по 7 дней и платили за отдых порядка 3200 рублей в сутки. Кстати, наши сотрудники сейчас как раз улучшают сочинскую статистику. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первые минуты торгов подрос. Курс индекс ММВБ снизился до отметки 1699 пунктов. Аутсайдеры. Группы ПИК, Газпромнефть, Мегафон, Магнит и Уралкалий. Лучший рынок торгуются бумаги Русала, НМТП, ФКБ Открытие, Сургутнефтегаза и Дикси. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день в небольшом минусе. На азиатских площадках разнонаправленная динамика. Курс доллара на 13 мая 50 рублей 91 копейка. Курс евро 57 рублей 11 копеек. Золото стоит 1938 рублей за грамм. Серебро стоит 26 рублей 94 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent 67 долларов 75 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте. С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Бразилец возглавит самарский пляжный футбол. Крылья советов продолжают побеждать в футбольной национальной лиге. Самарская дзюдоистка выиграла бронзовый большой шлем. Ирина Заблудина в Баку удачно выступила на турнире большого шлема под дзюдо. Самарчанка стала бронзовым призером весовой категории до 57 килограммов. Стоит отметить, что это уже не первая победа Ирины в этом сезоне. Участница Лондонской Олимпиады активно набирает очки в преддверии следующих игр. Напомню, в марте Заблудина выиграла Кубок Панамерики в Чили и взяла серебро на втором этапе в Уругвайе. На большом шлеме в Баку Ирина Заблудина из пяти схваток выиграла четыре. Впереди у чемпионки турнир 16 сильнейших дзюдоисток мира. В футбольной национальной лиге крылья Советов на выезде разгромили местный Сахалин 3-0. Счет был открыт через полчаса после начала игры на острие атаки Денис Ткачук. Еще два гола Самарца забили во втором тайме. Стандарт с угла разыграл Тарас Бурлак. А за 10 минут до финального свистка жирную точку в матче поставил Иерун Симайс. Голкипер Крыльев заработал себе в актив еще один сухарь. После очередной победы Советы по-прежнему делят с Махачкалинский Манджи первое место чемпионата страны. Пляжные крылья Советов возглавит экс-наставник сборной Белоруссии, бразилец Джильберто Коста. Контракт пока рассчитан до окончания первого этапа чемпионата России. Кост рассказал, что пристально следил за российской суперлигой в прошлом сезоне и знает, на что способны крылья Советов. Бразильский тренер в прошлом сезоне вывел белорусскую команду в суперфиналы Евролиги. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.